Власти страны принимают экстренные меры по защите от новой угрозы. Министерство здравоохранения сообщило, что у нас есть препараты против опасной инфекции. Ведомство назвало три лекарственных препарата, которые помогут справиться с болезнью. Это средства, которые применяются для лечения пациентов с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом. Робовирин применяют для лечения гепатитоз. Рекомбинатный интерферон бета-И поменьшает частоту и тяжесть обострению больных с рассеянным склерозом. Лапиновир-ретоновир эффективен при терапии у ВИЧ-инфицированных. Известный врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что новый коронавирус могут одолеть 30 уже существующих препаратов. В этот список он включил 12 лекарственных средств, которыми лечит ВИЧ, в том числе эндинави и саквиновир. Все эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса, заявила Онищенко. После контакта с больным врачи советуют незамедлительно начать медикаментозное профилактическое лечение. Чтобы снизить риски и последствия, это лучше сделать в первые 48 часов. Инкубационный период инфекции, по словам специалистов, составляет две недели. Эпидемия вышла за границы Китая. Отдельные случаи зарегистрировали в 15 странах, в том числе в Японии, Таиланде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Тайване, Сингапуре, Шри-Ланке. Случаи коронавируса на своей территории подтвердили также власти Австралии, Франции, Германии, Канады, США. Многие страны прерывают любые пути сообщения со страной, где возник очаг заболевания. На данный момент инфекцию в Китае подхватили около 8 тысяч человек. 170 пациентов спасти не удалось. Всемирная организация здравоохранения требует объявить мировой режим чрезвычайной ситуации из-за нового вируса. В нашей стране случаев заражения новым коронавирусом из КНР не зарегистрировали. Однако власти принимают все необходимые меры профилактики и защиту. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы с Китаем на Дальнем Востоке. Сегодня было подписано соответствующее распоряжение, оно пошло в работу, отметил глава правительства. Россия также приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 21 век удивляет не только новыми изобретениями в области медицины и технологий, но и новыми штаммами вирусов. По количеству зараженных в Китае коронавирус опередил атипичную пневмонию. Актриса Олеся Судзиловская привела рекомендации авторитетных врачей о мерах защиты от эпидемии.